Вакцина, разработанная фармацептическим гигантом Johnson & Johnson, помогает создать иммунитет против COVID-19 с помощью всего одной дозы. Препарат продемонстрировал эффективность предотвращения умеренных и тяжёлых симптомов заболевания на 66% и намного большую эффективность против самых серьёзных случаев. «Во-первых, это однократная вакцина, что ставит её на совершенно иной уровень, в отличие от других вакцин. Это делает её более доступной и позволит более быстро и эффективно её доставить в труднодоступные регионы, как в США, так и по всему миру. Во-вторых, эта вакцина может храниться при температурах обычного холодильника. Это большое преимущество над Pfizer и Moderna. Насколько эффективна эта вакцина? Возможно, она не столь эффективна, как Pfizer или Moderna, но всё же 89% эффективности предотвращения самых серьёзных случаев заболеваний, при которых требуется госпитализация. Это невероятный показатель». Хотя уровень эффективности вакцины Johnson & Johnson ниже, чем у аналогов, эксперты считают, что эти показатели нельзя напрямую сравнивать. «Вакцины от Pfizer и Moderna показали 95% эффективности. Однако эти вакцины не подлежат сравнению, потому что Pfizer и Moderna были протестированы против обычного штамма COVID-19 и не были протестированы на новых вариантах вируса. Все новые вакцины показывают более низкую эффективность, в особенности против южноафриканского варианта. Если бы мы протестировали Pfizer и Moderna против новых штаммов, возможно, мы увидели бы такие же результаты. Важно то, что никто из тех, кто получил вакцину от Johnson & Johnson в течение месяца после прививки не умер и не попал в больницу. Это потрясающий результат». Во время клинического тестирования вакцины были выявлены географические различия. Так, в США эффективность препарата составила 72%, а в Южной Африке, где распространяется мутированный вирус, всего 57%. По словам доктора Шафнера, то, как ведёт себя вирус COVID-19, напоминает ему мутации обычного вируса гриппа. «Иногда вирус гриппа мутирует настолько кардинально, что нам приходится начинать всё с нуля. То же может случиться и с COVID. Многие в США уже сейчас хотят снять маски с лица. Месяц назад, я бы сказал вам, если мы сможем вакцинировать всех до конца лета, мы сможем отложить маски в сторону и практически полностью вернуться к нормальной жизни. Теперь же, с появлением новых мутаций, я думаю, маски, социальная дистанция и всё остальное останутся с нами ещё надолго». Ещё один новый игрок на рынке вакцин – американская биотехнологическая компания Novavax. Испытания пока были проведены только в Великобритании и Южной Африке. В США третья стадия клинических испытаний ещё только началась. «В США мы ещё пока занимаемся наймом добровольцев, потому сложно сказать, когда нам стоит ожидать результатов третьей стадии клинических испытаний в США. Данные из Великобритании и Южной Африки очень многообещающие, и я надеюсь, что мы увидим подобные результаты и в США». Тем временем, ночь с понедельника на вторник вступил в силу указ, изданный Центрами США по контролю и профилактике заболевания об обязательном ношении защитных масок на всех видах общественного транспорта, включая самолёты, поезда, автобусы и такси, а также в аэропортах и на вокзалах. Исключение сделано для детей младше двух лет и лиц с определёнными медицинскими противопоказаниями. Указ будет оставаться в силе по крайней мере до 11 мая. Кроме того, директор ведомства Рошель Валенский продлила срок действия приказа, запрещающего выселение людей за неуплату арендной платы или платежей по ипотеке. По состоянию на утро понедельника в США было использовано более 32 миллионов 800 тысяч доз вакцин от COVID-19 и распределено по всей стране более 50 миллионов доз. Многие эксперты говорят, что на данном этапе этого недостаточно. Процесс распределения вакцин проходит не очень гладко. Часть проблемы заключается в том, что штатам отдано на утку право определять приоритетные группы населения, которые подлежат вакцинации. Федеральные власти могут лишь предлагать рекомендации, но не диктовать штатам, как это делать. И каждый штат действует по-своему, что вызывает проблемы с координацией и логистикой и подрывает у населения доверие к препаратам. К утру вторника число инфицированных за время пандемии в США составило 26 миллионов 320 тысяч человек, а умерших превысило 443 тысячи. При этом лишь за последний месяц, январь 2021 года, в стране скончались более 95 тысяч человек, почти на 20 тысяч больше, чем в декабре 2020 года. Максим Москальков, Михаил Майсурадзе. Настоящее время. Америка. Вашингтон.